здравствуйте друзья я зачитываю вопрос на который мы сейчас будем отвечать из дома потому что вопрос большой у нас тут на даче принтера нет поэтому я сейчас зачитаю а потом ответить со светланы пишет нам татьяна мне 32 родом из минска уже почти пять лет живу в кентукки не помню когда начала мечтать про сша и эмиграцию может лет десять назад играла в лотерею активно изучала английский с погружением в среду в скобочках через фильмы и чаты с носителями языка в итоге нашла хорошую работу на работодателя в сша и работали удаленно но эмигрировала совершенно неожиданно по визе невесты так как встретила свою судьбу и вторую половинку среди приятелей по чату вот так и живем душа в душу все окей у меня также двое сыновей от первого брака 11 8 лет все хорошо кроме собственно большой проблем я все время скачу с одного вида деятельности на другой все никак не могу найти себя и понять чем действительно хочу заниматься у меня педагогическое образование в школе работать не понравилось далее отучилась на вечернем на программиста веб-дизайнера программист из меня не очень вышел работала восемь лет простым кодером тире дизайнером тире тестером в небольшом стартапе том самом который нашла еще в минске как аутсорс удовлетворение от работы уже нет то есть она продолжает там работать хорошо удовлетворение от работы уже нет так как все по накатанной хотя я на очень хорошем счету там делаю project management и с клиентами работаю пробовала себя в продажах и страхование уже здесь в сша неплохо получалось что то заработала но продажи ненавидела всем сердцем так что решила уйти в прошлом году отучилась сдала экзамен и получила сертификат персонального тренера люблю и ценю здоровый образ жизни хочу помогать людям приходить в лучшую форму это актуально особенно у людей в кентаке страдающих ожирением здесь более третье население работаю фистнес-клубе с удовольствием тренирую клиентов клиенты довольны теряют вес хвалят меня менеджменту получила повышение зарплате уже спустя три месяца после начала работы там но не хочу работать на клуб хочу работать на себя а потом думаю а хочу ли действительно действительно далее эта деятельность которая поможет мне заработать достаточно сейчас имея две работы не считаю свой доход удовлетворительным все вместе приносит не более 40 тысяч в год стартапе и вот тут фитнес-клубе вообще фитнес-клубе много не заработаешь каждый да у мужа зарплата в три раза выше но речь-то обо мне хочу зарабатывать больше чем он со временем это не соревнования просто считаю это хорошей первоначальной планкой для себя ну я хочу сказать что вообще в кентаке 120 тысяч это как здесь на 250 и даже не но там намного дешевле все так таким образом я пробую себя в разных видах деятельности но нигде не чувствую себя на своем месте работу всегда выполняя качественно всегда на хорошем счету у коллег клиентов и руководства и могла бы быть неплохим специалистом и профессионалом если бы приложила усилия в какой-то одной сфере мне уже не 20 лет все-таки 32 тоже не так не так уж прям не 48 так но не могу найти себя знаю что многие сталкиваются с подобным жизни стоит ли заставлять и толкать себя или продолжать искать что-то еще что думаете михаил поделитесь пожалуйста своим опытом и мыслями на этот счет мы со светланой уже начали там какой-то такой внутреннее обсуждение нас тоже за дело вот и сейчас с вами поделимся ну что же друзья давайте обсудим ситуацию с татьяной давайте я скажу пару слов значит там как бы два фактора просматривается с одной стороны человек способный да вот за что не берется все у нее получается и там как бы вот эти два фактора с одной стороны она хочет удовлетворение от работы получать да у нее получается она делает у нее получается все довольны все это замечательно но она хочет получать удовлетворение от работы плюс она хочет материального какого-то вознаграждения тоже, то есть ей мало того, что скажем, ей довольны а все-таки хочется больше денег, хочется знать, что вот это мое и сейчас, в свои 32 года, Татьяна уперлась именно в это понимание или не понимание, мое это или не мое то есть вроде бы она сейчас вот работает в фитнес-клубе и ей нравится, ей нравится с людьми, она же педагогом была, да, у нее вот жилка-то есть вот, может быть, ей с детьми не нравилось а здесь ей нравится, она видит результат своего труда, прямо сразу видит для нее это важно, она довольна ей довольны, все замечательно и вдруг она спрашивает себя а если я буду делать это как собственный бизнес потому что она понимает, что она может быть, ну или чувствует что может быть ей становится скучно или неудовлетворенность, потому что она на кого-то работает и это очень похоже что бы она ни делала успешно ей все равно что-то было не то наверное, если бы она это делала как собственный бизнес мы бы видели другую картинку да и есть я тоже вижу это просматривается но дальше вопрос во что уперлась она говорит а тот ли это бизнес вот это вопрос понимаете а тот ли это бизнес и как как понять значит хорошее дело я бы вот что сказал что все таки 32 года возраст не безумно какой то уже такой прямо что вот или сейчас или никогда да а и конечно нужно себя пробовать нужно искать вот если у тебя нет внутренней удовлетворенности и это внутренняя удовлетворенность внутренняя удовлетворенность для тебя существенно ну так ищи а почему многие люди 40 лет ищут и в 50 лет ищет и всю жизнь ищут конечно хочется значит и встал на свою стезилы и каждый день каждый месяц каждый год ты нарабатываешь нарабатывает нарабатывая и mindfulness вместо того чтобы там плюнуть и идти дальше но утешающий момент я считаю в этом составит в том что все-таки у нас ничего не пропадает жизни вот то что она делала тут поработала там поработала здесь поработала она на каждой своей работе что-то такое приобретает что-то что ложится кирпичиком в здании вот будущего ее успеха где у нее будет и деньги и самовыдовлетворенность и и вот все остальное что и хотелось там светлана скажи я хочу сказать еще что вот поскольку у нее два главных момента присутствует эта удовлетворенность работой и зарабатывание денег да то конечно в этом смысле стоит посмотреть вот а те вещи которые мне нравятся если в них вообще потенциал зарабатывания денег потому что может оказаться что то что именно нравится она потенциал то и нету и тогда нужно сказать ой а а а как же так вот вот мне нравится это потенциал нет выбирай одно из двух либо удовлетворение либо деньги да с другой стороны заниматься тем что допустим приносит деньги и скажем так вот и из 100 процентов удовлетворения приносит только 80 в условиях для этого человека что у него есть собственный бизнес это я вижу очень нормально да это когда будет собственный бизнес совершенно другая удовлетворенность это правда это получается совершенно по-другому мы со светлой оба через это прошли и для нас это было очень существенно когда ты занимаешься собственным бизнесом и делаешь даже не такую творческую такую интересную работу но просто от того что это твое все да как-то по-особому согревает и дает особые интересы и особый колорит мотивация и удовлетворение поэтому это тоже надо учитывать вот и я думаю что если вот татьяна пересмотрит какие-то вот эти вот вещи с этой точки зрения что что я вижу да поскольку у нее есть интерес к самокопанию это у нас такой синий вектор к самокопанию то я думаю что ей было бы интересно разобраться в себе и понять вот с тестовой точки зрения до чего и не хватает и где можно работать психологическое то есть я и я думаю что если она пройдет тест да у нее моментально вот просто от самого факта прохождения этого теста и задумывания над каким-то вещами над которыми она раньше не задумывалась умели я заканчивать начатые дела вот это вот принципиальный вопрос которого я не увидела в ее биографии то есть она начинается успешно но и продолжает успешно да то есть это у нас красный вектор и оранжевый начинать и продолжать красный оранжевый а завершение успешное это уже коричневый вектор давай я скажу что я на самом деле в личке там татьяна написала в личке youtube и я ей в личке дал ссылку на тесты которые мы даем студентам вот и попросил заполнить чтобы у нас самих вот со светланы чтобы посмотрели на тесты и было бы более четкая картинка какой там расклад у нее задатков и принятости этих задатков и так далее вы тогда точнее сказали но но даже сам факт прохождение теста если она еще книжку прочтет это будет вообще вдвойне правильно потому что не могут открыть такие вещи которые она раньше просто не рассматривала вообще и не думал на эту тему откроется второе дыхание ну давай так значит первое что спрашивается в вопросе да как понять фактически мы снова приходим к вопросу как себя найти единственно что это не человек который вот мечется и у него ничего не получается а где то где у меня получается это как бы противоположность человек у него все получают и у него вопрос моё ли это постой постой моё ли это и следующий вопрос а заработаю ли она этом какие-то деньги но хотя бы хотя бы как моему что свои 120 тысяч год и кстати вот то что намеряется сможем это опять же она не мир она она говорит что она не меряется но тем не менее вот так как можно говорить о я этого не делаю это все равно делать за со стороны она будет видней что ты именно это делаешь на конечно меряется она конечно не хочет зарабатывать меньше его и конечно это событие это компетен который свойственно именно вот красному лет за чик давай пока без векторов значит потому что нас люди слушают они может быть не читали книжек то не надо не надо не надо значит все таки я исхожу из того что она с ним не соревнуется на зарплата 120 тысяч для нее является неким таким порогом когда это деньги ради которых стоят а меньше может быть тогда и не стоит если если там всего 70 тысяч что может быть не стоит этим заниматься чтобы я сделал данные расти я бы просто посмотрела вокруг для того чтобы получить некоторую структуру есть там job аквебешного аутлук посмотреть какие есть профессии вообще посмотреть какие профессии вокруг существует и примерить есть ли профессии которые дадут такой такой заработок в принципе потому что я не вижу чтобы например персональный тренер да у него потолок гораздо ниже давай так мы сейчас говорим на самом деле не о профессиях которые есть справочники а мы говорим о бизнесе потому что она 120 тысяч чтобы заработать в там не знаю в небогатом штате скромненько это ты я за кем надо быть то есть ее муж я не знаю чем он занимается но он просто для своей местности совершенно потрясающий человек значит мы на самом деле говорим о бизнесе мы не говорим о том что она заработает на какой-то работе и даже работая тренером тренером она может что хоть что-то заработать хоть что-то только если у нее будет свой джим там и так далее потенциально хотя чтобы тренером ну смысле чтобы иметь свой джим или может быть сеть этих джимов и зарабатывать 120 тысяч понимаешь в глубинке это тоже я не знаю кем надо быть то есть это тоже непростой непростой бизнес поэтому я бы не стал смотреть какие есть профессии а я бы спросил себя чем мне нравится заниматься если ей нравится заниматься например ну как бы то дождь это против менеджментом там на работе и она с клиентами хорошо общается и тогда может быть ей нужно не искать себе занятие такое типа я занимаюсь с людьми она может быть должна заниматься тем что я занимаюсь бизнесом и люди с которыми я общаюсь это люди которые работают у меня в бизнесе потому что если она сама будет тренировать если она сама будет стоять у доски если она сама будет что-то продавать и так далее это это не то же самое что руководить бизнес и когда ты стоишь у бизнеса у руля пусть он маленький потом средненький потом он покрупнее что-то и у тебя какой-то простор открывается значит фактически она должна выбрать себе такой бизнес как заниматься которым с точки зрения такой административный бизнес с точки зрения ей бы хотелось то что ей сегодня нравится тренировать людей чтобы они вес теряли это не значит что ей понравится руководить бизнесом вот этим понимаешь потому что это упирается это упирается в перспективы которые есть это упирается в сотрудников с которыми ты работаешь насколько приятно с ними ведь делом это упирается в рекламу от и не нравится продавать и не нравится продажи на что продаешь что-то чужое мне например часто говорят ой миша вы такой salesperson замечательный я думаю боже что же такое говорят я я ненавижу продавать понимаешь я ненавижу продавать но почему не впечатление что я какой-то там salesperson потому что я увлеченно рассказываю о том чем занимаюсь и они думают что теперь могу что угодно продавать нам кроссовки там не знаю аккумуляторы для автомобиля да нет и девочка точно такая же понимаешь она то что у нее ну как бы то что она делает то что она любит она хорошо продает у нас клиентами общается с клиентами общаться то что же продажа ты может быть им не товар какой-то продаешь но ты тем не менее все равно что-то продает такое другое поэтому и у нее получалось продажа не просто неприятно было поэтому когда продаешь свое и совсем другое дело ты делишься понимаешь ты не продаешь ты делишься с людьми тем от чего сам балдеешь это же совершенно другая идея поэтому я бы не стал вообще смотреть на профессии да потому что мы видим что она не в одной профессии не получила удовлетворение она может быть это деньги получала да вот но но ей скучно ты видишь ей скучно заниматься в этом стартапе можно было бы сказать а ты пойди в другую компанию ты не работай в стартапе там удаленно а ты работай вот может быть где-то ну пойди в другую контору удаленно или может быть на местности наверное у них там в городе то в кентаке да значит наверняка там в луисвилле где-нибудь там есть какие-то компании и софтверные такие там можно было бы можно было бы жить и работать это дало бы ей больше разнообразия но ты видишь ее не тянет в этом она не говорит может быть меня просит вот так а пойти в компанию поэтому тут очень четко прослеживается линия человека который должен быть своем бизнесе и сложность сложность в ответе на этот вопрос состоит в том что человек чтобы найти себя он должен заниматься собой он должен заниматься тем кто он что он самопознанием да и вот ну нереально допустим прийти к кому-то и он тебе скажет за две минуты а ты ну ты вот и должен идти там самое овощи выращивать капусту конкретно капуста вот на капусте ты будешь счастливым и много денег у дай много капусты вы решили да вот тебе и бабки сразу вот так никто не скажет поэтому а что дает ей удовлетворение ведь разным людям по разному да давай смотреть вот ты говорила про виктора цвета вот там явно присутствует оранжевый вектор оранжевый это человек который структурированный организованный очень четкий очень четкий у него все систематизировано он интересуется денежкой вот он такой вот успешный в бизнесе в принципе и так далее но что дает радость что дает радость человеку с оранжевый вектор а ему дает радость то что он получает компенсацию и он ради этого готов идти на жертву связанные с тем что ему некомфортно неудобно да вот как раз нет удовлетворения он ради этого готов идти на жертву то есть фактически значит получается такая история что она должна заниматься тем где деньги то есть она не должна рассматривать такой бизнес где нет реальной перспективы получить скажем там деньги раз и где эта компенсация могла бы расти то есть такой бизнес который называется с кейлова и как по-русски это сказать ну вот снова можно разворачивать как бы увеличивать увеличивать потенциалом роста да значит то есть компенсация хорошо а какие трудности готов терпеть этот человек что отработать там сверхурочная вот когда он видит что он получает за это компенсацию да да он готов костюм ложится но надо сказать что он не очень выносливый понимаешь его надолго не хватает то есть если например вот в бизнесе там уж пройти год другой третий отдачи все нет и нет он может сдуться на этом деле сказать все каранты бросать и то же самое связано с красным вектором который вообще-то говоря вообще море по колено здесь присутствует вот расскажи расскажи вот где у девушки где видно что у него присутствует раз поставила себе очень много задач и все их очень успешно реализовала вот на прорыве короткий период раз и реализовала то есть красный вектор это лидер это может он идет и делает совершенно неочевидные вещи вот там где другие скажут о нет английский язык учить это долго это сложно она пошла нашла какие-то группы с погружением с тем самым решила свои семейные проблемы заодно то есть моментально понимаешь вот это и есть красный вектор но красный вектор тоже он должен видеть результат он должен вести за него ему нужно быстро результата цветочка вот а вот я я извиняюсь красный вектор ему не он не должен за собой вести вот я теперь не вижу где девочка ведет за собой вот где-то толпа толпа видит и бегать ура и понеслась за ней так вот толпа и бывает разная она ничего не написала про свою семейную жизнь я так полагаю что вот она написала что душа в душу жарами душа в душу но вот смотри например вот у нас лидер который ведет за собой толпу многотысячную а я лидер который ведет за собой семью и она ограничена буквально нескольким человеком не значит что я не лидер и то же самое может у нее оказаться что у него вот это вот толпа то есть направленность направленность она может быть ограничена 7 но это лидер безусловно она безусловно идет на прорыв ставит неординарные задачи и неизвестно каким образом мне все получается найти компанию аутсорсинг из беларуси самой это вообще невероятное сечение обстоятельств люди там заочно учили да это 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 невероятные вещи но именно вот такие люди с такими задатками они это все прошло но знаешь как но есть если даже там есть красный вектор как ты утверждаю у нее же еще на самом деле и и оранжевый то есть она еще организованная систематично потому что красный тот разгильдяй шашка выхватил и подразили но вот то что она написала что не нравится программирование программирование вот это и веб-дизайн это уже коричневый ей поступает уже чай она не говорит что и не нравится но я не пошло это внимание к деталям дотошность дотошность такая где-то за мужская где то что такое и и терпение самой главной вот этот вот коричневый ветер ему очень терпелив и он уger все совершать вот когда ему нужно совершить какой-то процесс он аккуратненько réduться на полочками передаст разрубosse страх или к каждое блогу такое бухгалтер interact with a きда и вот может быть вот это вот недостаток именно вот этого картишная понимаешь она или мешает всё в комплексе потому что на самом деле и красный с коричневым и оранжевый с коричневым и красный оранжевый коричневый совершенно ударные пробивные силы которые вообще все сметут и сделают давай так может можно предположить такую вещь что вот у девочки задатки как бы все есть просто она например не нашла вот точку приложения вот этих вот этих векторов об этом не задумывались нет подожди можно сказать что если она найдет точку приложения все эти ее таланты мгновенно как-то выскочит и она получит это постой постой я не задал вопрос получит то что она хочет получить или чтобы у нее не получилось она всегда будет продолжать этот поиск она всегда будет не удовлетворена она всегда будет говорить где-то еще что-то осталось и это не вполне моё вот это вопрос балансированности вот то что я сейчас увидела я увидела что мы с коричневым вектором не все может быть порядка как-то дорожность а как только она и со старательностью вот этим вниманием к деталям каким-то как только она на этом сфокусируется я очень рекомендую прочесть книжку городянского мы дадим ссылку да уже на частые бородянский есть на нашем канале можно послушать посмотреть и так далее но как только она на этом сфокусируется поймет где ее слабина как я свои там 18 лет я себя спросила а что-то я все начинаю начинаю ничего не заканчиваю а я вообще потенциально умею что-то закончить и довести до конца я помню это да и там я вязала какую-то бесконечную кофту огромного размера я сказал если его маленькими спицами там довезу до конца не брошу потому что очень был большой соблазн бросить значит я умею то есть я поставила себе какую-то задачу выполнила ее и это как-то легло вот в мою персональность да и я поняла что я умею доводить до конца это очень важное качество доводить до конца поэтому татьяне может быть нужно как только она сфокусируется на это вы спросите вообще что свою жизнь привела вот тут тут конца до построила семью но вот так вот это моментально так быстро получил до само собой уехала в америку но это еще не конец это процесс и все а вот какие процесса она сделала и довела до конца и закончила и не закончил я отошла все сделано понимаешь не длится до 7 я длится америка длится и так далее вот что закончила вложил в сторону в данном случае профессионально мы смотрим вот правильно профессионально в том числе вот это то что она мечта лишь она бросает 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 кто не годится это было ли педагогический институт она закончила курсы по программированию дизайну она начала и закончила то есть она безумно может окончена ее рассмотрения на за себя по короткому письму нам очень трудно судить о чем она сама должна с этим разобраться на то что у нее есть желание разбираться и копаться очень здорово там все начинается именно с этого желания я вам скажу что интереснее самого себя любимого ничего на свете нет как только начинаешь понимать себя лучше у тебя все складывается потому что ты понимаешь что тебе нужно и вот этот поиск себя у иных он длится всю жизнь и они не могут он должен длиться все же он должен длится но некоторые люди находят что-то и потом они уже рады и счастливы они могут дальше продолжать копаться что еще что еще по большому счету находит а у нее написано проблема большая большая проблема состоит то что при том что все хорошо она профессионально как-то не реализована и это вот собака поэтому нужно конечно и она спрашивает себя где куда все чтобы насытить вот эту потребность в познании себя да и нужно именно в этом вопросе разобраться и станет намного легче светик давай так суммируя ты видишь татьяну самореализованную профессионально вне пределов того что у нее какой-то свой бизнес что она работает по найму где-то я думаю что то есть я считаю что вот дело в том что она перечислила разные виды работы но что сначала я была интересна а потом становилась неинтересно и работы были очень разные единственное в общем что их объединял это была работа по найму и кроме того я вижу сильно красный детство для которого работа по найму совсем не годится скажу свитик а вот татьяна с ее вот этим как бы беспокойным характером не напоминает тебе меня вот я тоже всюду всюду где я работал меня всюду любили я был очень успешно все делал но в какой-то момент я скисал и и начинал двигаться куда-то дальше а профессии менял ты помнишь в общем мы все себя ищем особенности пока молодые я скажу что вот наблюдая за того что ты только успокоился фактически ты скажем так вот то что в америке называется филминг получил вот это насыщение и удовлетворение только тогда когда ты ушел с основной работы стал заниматься бизнес но обратите внимание что вот допустим вот эта жилка в плане преподавание педагогическое деятельность в широком плане да она у меня всегда была я я с девятого класса преподавал там кружки всякие тогда я надела жилка другое дело если ты работал в колледже уроки я думаю что тебе бы это не так удовлетворяло как у тебя своя школа и сто процентов и денег бы не давала да это совершенно разные вещи то я считаю что я не безусловно нужно идти в свой бизнес какой бизнес это и предстоит еще познать для себя да разбираясь в себе и копаясь в себе ты знаешь о чем думаю если она задумается о себе может быть немножко может быть она увидит в себе вот так же как я всю жизнь тяготел там какой-то такой вещательной педагогической деятельности может быть у нее такая жилка есть она просто никогда ее не рассматривала с точки зрения бизнеса работы и основной профессии наверняка и у нее что то есть такое что через всю ее жизнь у него было время 32 все таки и уже было время себе присмотреться наверное что-то присутствует сейчас как бы дали такой толчок мыслям чтобы они начали крутиться и и размножаться и как-то одно другое развиваться развиваться да и я думаю что толчок безусловно будет очень полезен я хочу сказать что пока мы с тобой беседуем у меня картинка складывается более четко когда мы начали только да вот первые там слова я говорил у меня не было картинки я кидался метался что-то у меня не получалось а потом так пошло на какую-то линию и вот картинка стала выкристаллизовываться более того вот например бизнес связанный например удачи ты пишешь уроки да сегодня очень опять это умение создать этот бизнес на уме найти свою аудиторию тоже данные поддельный вопрос но люди которые умеют собрать людей к себе на какие-то там интернетные семинары да они в принципе зарабатывали плохие деньги на этом зависит от того сколько людей они в состоянии привлечь но это вот и педагогическая деятельность и интернет то есть тут приводятся и компьютерные навыки немножко и педагогические навыки и желание что-то по ней и что и и что из того что в ее жизни произошло не пропадет абсолютно все сработает и вот пазл сложится мозаика заиграет и за пределы кентаки которые в общем-то штаты недорогой там будешь способное население так ограничено очень своих ресурсов выход на интернет как бизнес да даст возможность заработать она в общем-то человек интернет она она же не не да и разогнулась да то есть она все безусловно весь мир к ее ногам и можно на русском языке вещать если она хорошо владеет английским то есть фактически появилась вторая составляющая что произошло мы начали пришли к тому что ей надо строить бизнес и дальше только что мы пришли к тому что скорее всего это должен быть бизнес который в сети и это бизнес образовательный не взять образовать но в сети консультации там не важно это должен быть бизнес который не ограничен в размерах не ограничен географически она может вести по-русски и по-английски она может работать там на разные страны она может при этом путешествовать там я не знаю но все что интересно будет детки подрастают знаешь еще немножко и вообще там сколько там пройдет там 5-6-7 лет она еще будет совсем молодая женщина руки развязаны полностью она не связана уже с тем что детьми заниматься и так далее весь мир понимаешь у твоих ног вот поэтому может может быть вот так то есть не не то что она должна заниматься интернет-бизнесом там смысле там ведь предлагать там строительство веб-сайтов я не это имел ввиду я имел ввиду то где она сможет все-таки использовать свои навыки по отношениям с людьми у нее есть правда и и наверно я не хочу сказать образователь я не хочу сужать но в общем сегодня и здоровый образ жизни и уход за собой и снятие стрессов это всегда пользуется спросом люди просто ищут те кто несет какую-то разумную полезную мысль это право я не готовы платить ваши деньги причем чем больше людей да темно дешевле им это стоит и тем больше спроса больше посещаемости и в итоге человек который это организует получает больше денег вообще безусловно я считаю что мы ткнули в третью точку сейчас вот ты это сделала а и третья точка это направление то есть ей нравится фитнесом заниматься у нее ценность вот у нее в жизни есть ценность здорового образа жизни она может через это самореализоваться что она несет людям здоровый образ жизни это здоровый образ жизни только здоровое тело но это здоровая психика здоровая семья есть это все здорово есть ради чего работать понимаешь то есть очень светлый очень высокая цель и она безусловно ни одна на этом рынке но ничего страшного ну так что у нее есть пара у нее есть как бы стал таланты до прорываться совершенно не очевидных вещах это подойдет значит дальше смотри что получается вот там ю тубе есть фотография татьяны и я хочу сказать у нее такой вот такое лицо внешность очень вот то что называется лайка был понимаешь то есть она будет нравиться она когда появится на экране она когда появится в каком-то действии можно зарядочку будет там делать или я не знаю как она это будет делать но она будет нравиться к ней будут тянуться люди это ям я вот по картинке папа по фотографии могу сказать этот добавляет в образе сейчас накидали столько идей на деньги брать как только начнешь деньги брать сразу в виде и кончится и настроение будет не то это это только хорошо делать вот так вот так как накидать значит ваш мы как бы сами себя разбил раскачегаривать генерации да давай что-то на нам перспективу закрывать ребята могли бы смотреть на красоту а смотрит на черт знает что а у нас перед глазами у вас друзья перед глазами дорога вот и водохранилище который наконец-то на полно слушаетесь это тоже обмен мел был момент подбелела вообще вообще отсюда не было смотреть на что было сразу коричневая беда там дать до текло с гор не голубой голубой этого лучше небо отражается а так там будь сплошная ну посмотрим новося вообще много воды стало заметно что да 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 было очень грустное зрелище на прошлой неделе вот здесь как раз он такой забыл очень сильный шторм на участке попадала пару пустов таких очевидно вы думали что это не ветром давай к татьяне красота все ребят красота вернулась на свое место значит фитнес здоровый образ жизни может быть там какое-нибудь питание сбалансированное я там я думаю что это совершенно бесконечная тематика абсолютно бесконечная безграничная начать копать там то что не будешь больше нет она еще читает что-то она начнет она может вираты и то что ей будет интересно если она будет это передавать людям она может она может и блоги вести правда вот и в общем не знаю я я вот я вижу в этом где-то все тема женщин ты видишь коричневая вода да да мы всякая глиня на хорошо друзья давайте мы татьяне пожелаем чтобы все не было хорошо у них так все хорошо на самом деле у нее муж двое деток девочка молодая здоровым образом жизни увлекается ну правда вот я я хочу сказать что может быть там 90 процентов людей которые на правда на планете живут могут сказать эх вот да мне бы такие проблемы это важно это важно она потому что она к себе подходит высоким таким стандартом измеряет перила такой серьезно поэтому за это отдельно надо выпить пожелать девушки всего хорошего а также нашим зрителям которые несмотря ни на что слушали нас до самого конца и естественно горят желанием поставить лайк те кто еще не поставил счастливо